Сказка братьев Гримм, Веретенце, Челнок и Иголка Жила-была девушка. Отец и мать у нее умерли, когда она была еще совсем маленьким ребенком. А на краю деревни жила в избушке ее крестная мать. Она зарабатывала себе на хлеб тем, что прила, ткала и шила. Старуха приняла к себе в дом сироту, научила ее работать и воспитала в скромности и послушании. Когда девушке исполнилось 15 лет, старуха заболела. Она подозвала к постели девушку и говорит, милая моя дочка, я чувствую, что близок мой конец. Я оставляю тебе эту избушку, будет тебе где от ветра и непогоды укрыться. Да еще Веретенце, Челнок и Иголку, вот и сможешь ты себе всегда на хлеб заработать. Она возложила руки на голову дочери, благословила ее и сказала, помни в сердце своем всегда о Боге и будет тебе хорошо. Затем она закрыла глаза и умерла. Когда ее хоронили, девушка шла за гробом, горько плача и воздала ей последний свой долг. Стала девушка с той поры жить одна денешенька в маленькой избушке. К работе она была прилежна, прила, ткала, шила. И во всем, что она делала, было благословение доброй старухи. И было так, что лен у нее в коморке никогда не переводился. А остановилось его все больше. Если соткнет она кусочек полотна или ковер, сделает или рубашку сошьет, то тотчас же находится и покупатель, плативший ей щедро. И она никогда не испытывала нужды. И могла еще кое-чем с другими людьми поделиться. На ту пору по той земле путешествовал королевич, ища себе невесту. Бедную девушку брать ему не полагалось. Но и богатую он тоже не хотел. И он сказал, та будет моей женой, кто самая бедная и в то же время самая богатая. Приехав в деревню, где жила девушка, он стал расспрашивать, как делал это он всюду. Кто тут самая бедная и самая богатая. Ему сначала назвали богатую. А самая бедная – это та, мол, девушка, что живет на краю деревни. Богатая сидела на пороге дома в праздничном наряде. И когда королевич подошел к ней, она встала, пошла к нему навстречу и низко ему поклонилась. Он ее оглядел, ни слова не молвил и поскакал дальше. Когда он подъехал к избушке бедной девушки, то у ее дверей не было. Она сидела в своей комнате. Он остановил коня и увидел в окошке, которое светило яркое солнце, девушку, что сидела за прялкой и усердно работала. Она посмотрела и, заметив, что в нее заглядывается королевич, вся зароделась, опустила глаза и продолжала прясть. Уж не знаю, не ведаю, была ли на этот раз нитка ровная, но она пряла до тех пор, пока королевич не уехал. Потом она подошла к окошку, отворила его и сказала. А в комнате-то как жарко стало. И она смотрела ему вслед, пока видны были белые перья на его шляпе. Села девушка в своей коморке, снова за работу и продолжала прясть. И пришли ей на память слова, которые не раз ей повторяла старуха. Сидя за работой, она стала тихо напевать. Веретенышко, скакни, женишка мне приведи. И что же тогда случилось? Вмиг подпрыгнула веретенца у нее из рук и покатилась прямо в дверь. Когда она от изумления встала, чтобы поглядеть, куда она укатилась, она увидела, что оно весело запрыгало по полю, таща за собой блестящую золотую нитку. И вскоре оно скрылось из виду. У девушки веретенца больше не было. И она взяла тогда в руки челнок, села за ткацкий станок и принялась ткать. А веретено запрыгало, покатилось дальше. И только нитка кончилась, докатилась она к королевичу. «Что я вижу?» – воскликнул он. «Пожалуй, веретено хочет указать мне дорогу». Он повернул коня и поскакал за золотой ниткой назад. А девушка в то время сидела за своей работой и пела. «Челнок мой ткий живой, жениха веди скорей». И той час выскочил челнок у нее из рук и прыгнул прямо к дверям. На пороге он стал ткать ковер. До красоты прямо невиданной. По краям того ковра зацветали розы, лилии. Посередине на золотом поле подымались зеленые стебли и прыгали меж ними зайцы да кролики. Олени, лани протягивали головы, а наверху сидели на ветвях пестрые птицы. И казалось, что вот-вот они запоют. А челнок бегал взад и вперед, и все как будто росло само собой. Но вот челнок обижал, и девушка принялась тогда за шитье. Она держала в руке иголку и пела. «Ты, иголочка-игла, дом украсть для женишка». Вдруг выскользнула у нее из рук иголка и стала летать по комнате. Да так быстро, прямо как молния. Казалось, что никак не иначе, а работают тут незримые духи. И покрылись вмиг стол из скамьи с зеленым сукном, а стулья бархатом. А на окнах появились шелковые занавески. Только сделала иголка последний стежок, увидала девушка в окошке белые перья на шляпе у королевича. Его привело сюда веретено своей золотой нитью. Он встал с коня, ступил по ковру в дом, и только зашел он в комнату, встала девушка, одетая в бледное свое платье. Но она пылала в нем, точно роза на кусте. «Ты самая бедная, но ты самая богатая», — молвил он ей. «Пойдем со мной, и будешь ты моей невестою». Она молча протянула ему руку. Тогда он поцеловал ее, вывел из дома, усадил на коня и привез ее в королевский дворец, где они отпраздновали веселую свадьбу. А веретено, челнок и иголка отданы были на сохранение в королевскую сокровищницу, где и находится в великом почете. Вот и сказке конец. А кто слушал, ребята, тот молодец. Субтитры создавал DimaTorzok